Привет, друзья! Сегодня речь снова пойдет про деньги. Мы с вами уже сняли одно видео о том, сколько стоит переезд в Канаду. Если вы его не видели, вернитесь, пожалуйста, посмотрите. Для вас будет там, ну, скорее всего, достаточно информации, чтобы понять, сколько денег нужно. Но сейчас пойдет речь о том, где взять эти деньги. Почему? Потому что, когда люди обращаются ко мне, у них зачастую есть идея, но непонятно, как к этой идее прийти. Но я не считаю, что я какой-то супер мотиватор, чтобы рассказывать вам о том, как достичь своих целей там в 2019 году и так далее. Поэтому я пойду простым, проверенным путем. Друзья, сначала я вам расскажу свою историю, как все это было у меня. А потом я расскажу вам о том, что бы я порекомендовал делать сейчас тем, кто не уверен, где найти средства, необходимые для того, чтобы приехать в Канаду. Давайте, может быть, я начну с самого начала. В начале 90-х годов я попал по школьному обмену в Париж. То есть, начало 90-х, в России разруха, ничего нет, в магазинах нет, ну просто все было отвратительно. Экономически, визуально картинка была ужасная просто, настолько было, ну вот везде какие-то лужи, грязь разваленная, все запущенное. И тут я попадаю во Францию, я вижу Париж и, конечно, я влюбляюсь. Я могу сказать, что из нашей группы мы были дети, мы все плакали, когда мы уезжали. И у меня полностью съехала крыша после этой поездки. Я уже знал, что я хочу уехать, я хочу увидеть мир. Моей целью не было жить в каком-то богатстве, да, моей целью не стало заработать много денег. Я хотел попробовать себя в разных странах. И у меня даже были такие какие-то сны, мысли, как я приезжаю во Францию, я там живу непонятно где, снимаю какую-то комнатку, сплю на матрасике, езжу на мопеде. Но ничего этого не осуществилось. Я после этого во Франции был много раз и в Париже, и в других городах. Но судьба распорядилась так, что Канада стала для меня лучшим выбором. И я, конечно же, ни о чем не жалею. Тем более, что в Канаде есть своя частичка Франция. Это франкоязычная Канада, которая во многом даже может быть интереснее и перспективнее. Но что же произошло потом? Моя судьба складывалась абсолютно по-другому. В моей семье все мужчины были военными много поколений. Я пошел в военное училище, в Нахимовское училище, для тех, кто не знает, это когда после 8-9 класса отдают детей в 14 лет. Закончил военное училище, затем пошел в высшее военно-морское училище подводного плавания и учился на штурмана подводных лодок. Но в голове у меня всегда сидела вот эта моя цель. И я не знал, с какой стороны к ней подойти. В библиотеке, в училище я читал постоянно какие-то журналы про заграницу. Я писал в какой-то университет Норвегии письмо, узнавал у них, как туда поступить. Они мне даже отвечали, тогда интернета не было. И все это происходило по обычной почте. И затем я узнал через знакомую, через подругу моей сестры о том, что можно довольно дешево уехать в Германию работать с детьми. Работать с детьми как опэр. Опэр это, грубо говоря, няня, которая живет в семье. И на тот момент только Германия и Франция, они брали мальчиков. Собственно говоря, как только у меня появилась возможность уйти из военного училища, на третьем курсе я написал заявление. Раньше этого нельзя было сделать, потому что меня бы отправили в армию. На третьем курсе написал заявление. И после 5 лет жизни в казарме я остался, ну, грубо говоря, вот на таком распутье. Что делать дальше? Семья меня в этом не поддерживала. Я даже могу сказать, что, ну, там, отчасти как-то это все выглядело, как будто бы от меня они отвернулись. Но я знаю, что никто не отвернулся, что меня все любят. Но они, ну, говорили, что все, ты останешься дурачком, без образования, без карьеры, без ничего. Потому что в их понимании все мужчины должны быть военными. Но вот от этой... У меня тогда еще не было мысли уехать в Канаду. Я тогда поставил более маленькую цель поехать в Германию по вот этой программе ОПР, чтобы увидеть Европу. И действительно, тогда даже о Канаде я думать не мог, потому что это были огромные деньги. Даже перелет в Канаду, ну, грубо говоря, откуда я возьму 1000 долларов, если я пошел работать на завод и зарабатывал там меньше, чем 200 долларов. У меня была зарплата. И, конечно, никакой немецкий я не знал для того, чтобы поехать в Германию. Но я задался целью. И вот, и я, наверное, делаю теперь так всю жизнь с того момента, как я задался этой целью. Пишешь цель и маленькие шаги. Как ее достичь? Что я должен сделать сегодня? Что я должен сделать завтра? Я сам учил немецкий. Я связывался с какими-то агентствами. Я ходил на какие-то семинары в компании по трудоустройству за рубежом. Все там были какие-то огромные деньги, мне все это не подходило. Я понимал, что трудоустройство за рубежом это лохотрон на 90%, потому что, конечно, как только начинаешь что-то узнавать, понимать, но ужасные были. Тогда времена обманывали все и всех. Но я в итоге смог подучить немецкий язык для достаточного уровня, получить визу. И, грубо говоря, мой бюджет был тогда на 300 евро. Я уехал в Германию, оплатил услуги агентства, оплатил за автобус. Я поехал на автобусе. Как все это относится к Канаде, друзья? В Германии я решил не оставаться, потому что я не видел себя, я не видел перспективы в этой стране больших без какого-то багажа, да? Поскольку вся иммиграция туда была завязана на этническую иммиграцию, то есть нужно было быть этнически евреем или немцем. И тогда можно было легко остаться, но я решил, что я вернусь в Россию, я заработаю какие-то деньги, и я тогда уже осуществлю свои планы с нормальным багажом, с нормальными деньгами. Будет то через учебу или еще как-то, но я не хотел использовать какие-то полулегальные пути, эффективные браки и так далее. И работая в Германии, я работал, соответственно, как ОПР с детьми, да? То есть я был няней, грубо говоря, хотя до этого я вообще не понимал, что такое дети. Но, к счастью, с мальчиками тоже нужно, чтобы кто-то работал и брали молодых людей. Семья мне оплачивала курсы, деньги там были мизерные. То есть их хватало только на гулянки с друзьями, никаких накоплений, речи не шло. Но поскольку ребенок был до 12 дня в школе, но до 12 часов у меня была возможность заниматься чем-то еще. И я искал возможности подработки, я не хочу рассказывать детали всего этого, но мне удалось построить небольшую базу, чтобы подзаработать побольше денежек. Это первое. И второе, что я начал делать, я начал помогать ребятам из России устроиться в семьях Германии. С ребят я ничего не брал, никакую плату, но вот такой опыт я получил. И вернувшись в Россию, я не пошел назад на работу, я стал продолжать помогать устраиваться в семье, наладил контакты в других странах, в Дании, во Франции и так далее. И стал заниматься образованием за рубежом, стал консультировать чуть-чуть по образованию, помогать и так далее. Кстати говоря, кому интересна тема о том, как открыть агентство по образованию за рубежом, как влиться в этот бизнес, тоже я бы мог рассказать на эту тему. На самом деле сейчас все стало гораздо проще, потому что сейчас больше доступной информации и по сути нужно быть просто, ну грубо говоря, целеустремленным, честным человеком, вложить деньги. И быть готовым поработать какое-то время бесплатно, потому что экспертиза, знания, они не приходят вот так вот в один момент, да, то есть это большой-большой труд, чтобы люди начали тебе доверять и верить. Но уже приехав, я стал изучать информацию по другим странам. Я стал понимать, что я хочу дальше и Канада вот уже тогда она у меня выстрелила, да, то есть я понимаю, что Канада это наиболее подходящая страна по многим параметрам. Посмотрите, кстати говоря, мое видео, почему я выбрал Канаду, там все объясняется, но я понимал, что здесь есть иммиграционные программы, что сюда довольно несложно уехать, что нужно хорошо знать язык, иметь нужную профессию и в принципе все пути открыты, для всех Канада доступна. Но никаких денег у меня не было, все мои накопления, это было 2000 евро, которые я привез из Германии, на которые я открыл бизнес, фактически снимая только на один день в неделю комнату, да, то есть потом я снял стол уже в другом офисе и каждый день работал и так далее. Но я добился довольно хороших высот, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлял программы, отправлял студентов и стал работать с субагентствами, у меня появились партнеры, я переехал в Москву, не буду рассказывать все детали, но у меня в голове было то, что Канада, Канада, Канада и в 2005 году я попадаю в США, а я первый раз попал в США только в 2005 году, в 2006 в Канаду и все, я закрепился в этой мысли. От где я заработал деньги на Канаду? У меня их не было, я их заработал в Москве, я сам не из Москвы, я из Санкт-Петербурга и жил в Петербурге, но я понимал, что таких возможностей не было. Тогда разница между Петербургом и Москвой была просто огромная, вот приезжаешь с одного вокзала на другой и ты как вот из приличного цивилизованного города в какую-то разруху. Сейчас конечно такого нет, и Питер, и Москва плюс-минус, но откуда взялись в итоге деньги на Канаду? Это бизнес, я могу сказать, что я довольно удачно женился в Москве, и почему удачно? Не потому, что у меня там жена какая-то миллионерша была, она просто была тоже с мозгами, она была целеустремленная, и нам было интересно делать бизнес, и вместе у нас появился хороший тандем, да, то есть ищите партнеров, не обязательно партнеров, чтобы партнер по семье был партнером по бизнесу, но у нас вот так срослось, то что у нас появилась общая цель, и для того, чтобы в Канаду уехать, и для того, чтобы бизнес строить и нормально зарабатывать. Второе, я как можно быстрее вложил деньги в недвижимость в Россию, и если говорить детально, да, то грубо говоря, когда я смотрел квартиру в Москве для того, чтобы купить, тогда продавались двухкомнатные квартиры за 80 тысяч долларов, пока я купил квартиру, уже стали однокомнатные, стоить 160 тысяч долларов, и соответственно, когда я продал уже квартиру через несколько лет, недвижимость тоже выросла, то есть первый источник это был бизнес, второе, это была инвестиция в недвижимость, в принципе, за три года в Склачину с супругой мы смогли на двоих купить квартиру, что было неплохо, потому что ипотека стала более-менее доступной, проценты, ну, такие же огромные были, как и сейчас в России, честно говоря, но мы рискнули, да, то есть тогда, я помню, еще наличку каждый месяц отвозил в банк и так далее. И третье, наверное, но это уже больше ниоткуда взялись средства, это скорее откуда взялся больше запал. Я стал больше ездить, и в Канаду до переезда я ездил трижды, по-моему, трижды, да, то есть я съездил в разные города, посмотрел, я познакомился с иммигрантами, я даже тут в полицию попал, поучил английский язык, в языковой школе в одной, в языковой школе в другой, и это все мне помогло в дальнейшем переехать в Канаду. Всего время от момента, когда эта идея пришла мне в голову, до переезда прошло 6 лет. Вы можете себе представить, 6 лет. Почему? Да потому что в самом начале, как я вам говорил, зарплаты были в 90-х не такие, как сейчас. При зарплате 200 долларов, естественно, я не мог себе позволить переехать в Канаду ни на билет, не имея там недвижимость, которую продать, просто будучи ребенком, да, подростком, которого не поддерживают родители, не дают ни копейки на вот такие идеи, и даже против этого. Кстати говоря, сейчас до сих пор мой отец против этой идеи, и ему, ну, ему не нравится мой выбор, скажем так. Что касается мамы, то мама, она мне как-то рассказала, то, что она меня воспринимает взрослым человеком, у которого есть голова на плечах, который уже чего-то добился, и она спокойна, потому что я принял, скорее всего, правильное решение для себя, хоть она его и не понимает. Вот, кстати говоря, друзья, вот эта картина, которая рядом со мной, она вышита крестиком моей мамой. Мама это делает, конечно, в свободное время, она работает, но она эту картину для меня вышивала целый год. И когда я приехал их навестить, ей нужно было там закончить небольшой кусочек, она не спала две или три ночи для того, чтобы эту картину для меня сделать, и чтобы я увез ее в Канаду. Поэтому, друзья, если картина вам нравится, то поставьте лайк для моей мамы под этим видео, надеюсь, что она посмотрит. Если перейти уже дальше к теме видео, то сейчас, конечно же, шесть лет ждать не нужно. Сейчас другие времена. Мир стал меньше, все стало ближе, и если вы посмотрите мое видео, видео предыдущее про деньги, сколько стоит переезд в Канаду, я упоминаю там такие моменты, как о том, что нужно для первой визы, может быть, история путешествий, да, то есть какие-то накопления, движение средств по счету в банке. Сейчас у вас-то не займет шесть лет, даже если вы начинаете с нуля, у вас-то займет гораздо меньше времени. Но, конечно же, многое зависит от человека, зависит от вас. Удача здесь играет немножко меньшую роль. Почему? Потому что я недавно буквально разговаривал со своей одной знакомой, которая даже младше меня на год или на два, и она говорит о том, что, ну, я говорю, там, может быть, приедете в Канаду посмотреть, и вот она на меня так смотрит и говорит, наверное, уже в следующей жизни, да, то есть, ну, посмотрите, я вроде бы не такой старый, но у нее просто нет такой цели, да, то есть ее цель это ребенок, кастрюли, у нее, ей хочется, может быть, какого-то больше свободного времени, семья, я все это понимаю, у всех людей разные цели и разные ценности. Если вы поставите цель, пишите путь маленькими шажками, что вам нужно будет сделать, скорее всего, это выстрелит в какой-то момент, даже если вам это кажется нереальным. И, кстати говоря, ваша цель, она может поменяться по ходу, либо дополниться чем-то, ничего там страшного нет. Это происходит постоянно и с моими целями тоже, да, то есть, я двигаюсь к чему-то большому, и какие-то маленькие победы, они мне, мой путь корректируют. Помимо того, чтобы ставить цель, что бы я порекомендовал делать молодым людям сейчас, у которых нет ни денег, ни поддержки, ничего подобного. Во-первых, подумайте о том, что вам нужно сделать в своей стране для того, чтобы переехать в Канаду. Это может быть изучение английского, получение высшего образования, получение опыта работы, создание какого-то, может быть, бизнеса. Второе. Если у вас есть минимальные накопления и вам нравится путешествие, ездите, ездите на курсы английского. У меня было видео про курсы английского на Майти, например, да, почему? Потому что там можно гораздо дешевле выучить английский, если вы пока не дотягиваете до IELTS, Литойфл. Нарабатывайте вашу визовую историю, смотрите мир. Возможно, это даст вам понимание о том, что делать дальше. Может быть, вы свою судьбу встретите в поездке и уедете через брак, через замужество или женитьбу и так далее. Кстати говоря, про это у меня было отдельное видео, посмотрите менталитет про отношения в Канаде. Очень реально выйти замуж за канадца девушкам, то есть там все объясняется. Но, конечно же, это не всем подходит, есть люди семейные и так далее. Если вы уже во взрослом возрасте, возможно, вам стоит инвестировать в детей, потому что дети тоже смогут потом спонсировать родителей для переезда в Канаду, и, возможно, у вас даже будет достаточно времени, чтобы потом себе заработать на пенсию, потому что в Канаде сейчас достаточно всего лишь 10 лет проработать для того, чтобы получать базовую пенсию, если вы остаетесь в Канаде, либо 20 лет, если вы потом уезжаете из Канады. Но юридические правила лучше проверяйте, не слушайте меня, я не юрист, не адвокат. Обязательно продумайте, что вы можете сделать маленьким шагом. Например, я говорил тоже уже, опять же, в видео, сколько денег нужно на Канаду про курсы английского в Канаде. Это рискованно, да, то есть, если вы просто, у вас вот достаточно денег на курсы, вы можете получить визу, рискованно начинать с того, чтобы приезжать по визе без права на учебу, без права на работу, которая позволяет только пройти курсы, и затем уже переходить на программу, которая более дешевая позволяет работать, программу подороже и так далее. Найти, может быть, работодателя в Канаде, но нужно находиться в Канаде, друзья. Вот эти все байки про поиск работодателя дистанционно, к сожалению, это выстреливает, ну, сложнее, чем лотерея для многих. Поэтому здесь, как бы, инвестировать в это, ну, навряд ли это самый хороший путь, если только вы не IT-специалист или, там, супер-профессор или еще что-то. Да, я рассказывал, например, про студентов, которые, ну, вот, мне, например, для меня это была головная боль, да, когда я сижу в офисе в Торонто, ко мне приходят студенты из Украины с рюкзаком, и говорят, я приехал, визу получил, за курсы заплатил, мне негде жить, мне нужна работа, помогите. Ну, естественно, для меня это сложно, потому что я с ним провозился, помог ему с одним, другим пятым, но у меня огромное уважение к таким людям. И я видел, что через некоторое время он стал зарабатывать нормально, у него появились возможности получить ПМЖ и так далее. То есть он добился всего, что он хотел, по-моему, у него был, там, бюджет всего лишь, там, 3000 долларов или что-то такое. Но все получилось. Поэтому рисковать я никого не призываю, нарушать что-то я никого не призываю. Сейчас путей стало довольно много, Канада стала ближе, и, в принципе, с минимальным бюджетом можно себе позволить гораздо больше. Но если у вас даже нет вот этой базы, то стоит, наверное, зарабатывать дома. Меня спрашивают, стоит ли продавать недвижимость. Я не могу давать такие советы, стоит или нет. Но вот что, человек продаст недвижимость, потом, там, не знаю, визу не получит или не сложится. Я лично продавал недвижимость, да, то есть я сделал этот шаг. Может быть, сделал не сразу, сначала, там, получил документы и так далее. Советовать я этого другим не могу, решайте сами. У меня была знакомая одна, мы с ней вместе работали. Вот она себе поставила цель, что она хочет в Испанию. Все, она продала квартиру, получила визу, оплатила год учебы в Испании. Сейчас у нее несколько квартир в Мадриде. Она прекрасно живет, с ребенком, у нее все в жизни хорошо, но вот такую цель она себе поставила. И она рискнула, поставила на кон, в принципе, все. Есть примеры людей, которые брали кредиты. Но кредиты, понимаете, здесь как бы немножечко сложный вопрос. Почему? Потому что, когда вы приедете в Канаду, первое время ваши доходы и так далее, ваш социальный статус, он пойдет вниз, скорее всего. И вы не начнете сразу зарабатывать. Стоит ли брать кредит? Возможно, да, но рассчитывайте на долгосрочную перспективу. Не надо думать, что вы за три месяца все отработаете и вернете. То есть, здесь нужно просчитывать, продумывать на более длительное время. Друзья, вроде бы мы с вами все моменты обсудили. Если какие-то вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. Обязательно поставьте лайк, если это видео для вас было хоть чем-то полезным. Потому что его тогда смогут увидеть другие. И записывайтесь на консультации. Времени на это немного, к сожалению. Но моя цель на консультации дать человеку понимание о том, как, где самому найти информацию и самому пройти весь путь. Конечно же, это не всем подходит, потому что некоторые в итоге все равно обращаются к каким-то специалистам и так далее. Но мы можем обсудить, какие варианты существуют. Все контакты я оставляю в описании к этому видео. Друзья, если вы это видео смотрели впервые на моем канале, подпишитесь на канал. Будет больше видео. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok